МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа АЛАТО. В студии работает Наршама Абруханова. Центральная избирательная комиссия установит срок повторных выборов депутатов Джогур-Кукинеша седьмого созыва в течение месяца сообщил нашему каналу член ЦК Кайрат Осмоналиев. Согласно конституционному закону, повторные выборы объявляются Центрсберкомом в случае признания предыдущих аннулированными. В связи с происходящими в стране событиями с открытым обращением ко всем партиям и политическим силам обращается общественность. Сейчас, по ее мнению, возникла реальная угроза государственности, потому крайне важно незамедлительно принимать решения в соответствии с Конституцией и законами. Как вернуться в правовое поле, узнавала Аяна Дюшикеева. Митинг против результатов парламентских выборов перерос в народные волнения, и сейчас возникла реальная угроза к государственности Кыргызстана. Потому крайне важно, чтобы политические силы неукоснительно соблюдали права человека и принимали все решения в соответствии с Конституцией и законами. Необходимо предпринять меры для урегулирования ситуации, используя правовые нормы, говорят юристы. Чтобы мы не попали в какой-то тупик, и это не привело к раздроблению, к хаосу, к такому не просто празднику непослушания. Это серьезные вещи. В нынешнем геополитическом мире государство появляется, исчезает, но исчезнуть гораздо легче, чем потом восстановить эту государственность. Вот все, которые занимаются деструктивными вещами, они должны это осознавать. Сейчас важно вернуться в правовое и мирное поле, считает омбудсмен. Без соблюдения Конституции и законов, без учета конституционных прав каждого кыргызстанца, невозможно обеспечить безопасность страны. Нынешняя ситуация может развиваться в двух направлениях. Первое, мы пойдем по законному пути, по пути Конституции и действующих законов Кыргызстана. Второй путь, мы можем Конституцию и законы не признавать и пойти по второму пути, но спустя некоторое время мы обязаны все равно вернуться в законопространство, где действует закон, где работает закон. Поэтому вот это сложная ситуация. Эта ситуация, ее решение, этот ключ, решение этой проблемы находится в руках Кыргызского парламента. В эти дни страна фактически переживает третью революцию. У граждан были и остаются претензии к тому, как прошли выборы депутатов парламента и к их результатам. И гражданам удалось довести свое несогласие до всей страны. Народные советы, ревкомы и тому подобное, они не имеют никакой правовой основы. Я считаю, что их, ну поскольку это элементы гражданского общества, они могут рекомендовать. Но это не означает, что это то, что они там решают, кого назначить или какое еще решение, но не носит легитимного юридически правового значения и, соответственно, никаких юридических последствий не влечет. Такие сложные критические дни, только легитимные вот эти органы, которые сейчас остались, в том числе и президент, он тоже легитимен, правда, никто не знает, где он находится. Желание и право каждого кыргызстанца добиваться справедливости и жить в справедливом государстве понятно. Однако добиваться этого необходимо с пониманием ценности безопасности Кыргызстана. И чтобы избежать дальнейшей эскалации и дестабилизации обстановки в стране, важно разрешить происходящую ситуацию законно и принимать меры по стабилизации ситуации в стране. Аяна Дюшикеева, Замаджапаков, Аллату, 24. Все соц. обязательства перед населением будут исполнены, сказал вице-премьер-министр Иркин Асрандиев на совещании с главами госорганов по обсуждению комплекса актуальных вопросов. Была отмечена важность продолжения работы госорганов в штатном режиме и необходимость качественной подготовки и оперативной реализации мер, касающихся зимнего отопительного сезона. Большое внимание профильных структур будет направлено на контроль эпидситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также на выполнение утвержденных мероприятий по подготовке к возможному росту заболеваемости. Кроме того, была отмечена необходимость продолжения работы госкомпании в штатном режиме. Как отметил вице-премьер Иркин Асрандиев, в это непростое время все госорганы должны усилить работу по исполнению возложенных на них задач в целях обеспечения жизнедеятельности граждан. Личный состав Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями переведен на усиленный режим несения службы, сообщает Пресс-служба ведомства. Сотрудниками службы совместно с представителями народных дружин осуществляется круглосуточное дежурство и патрулирование периметра здания ГСБ. Финпол призывает не поддаваться на провокации и уважать действия правоохранительных органов. В настоящее время существует множество провокаций, в связи с чем ведомство просит граждан быть бдительными и руководствоваться правовыми и конституционными положениями. Коллектив ГСБ выражает огромную благодарность народным дружинникам и волонтерскому движению, которые на протяжении нескольких дней оказывают колоссальную поддержку. Генпрокуратура не захвачена, сообщает Пресс-служба главного надзорного органа страны. Как отмечаются, сотрудники органов прокуратуры вынуждены собственными силами обеспечивать сохранность служебных зданий и документов. Имущество находится в целости и сохранности. Коллектив Генпрокуратуры выражает благодарность всем гражданским активистам-дружинникам, ветеранам органов прокуратуры, оказывающим помощь сотрудникам в обеспечении безопасности и сохранности ведомственного имущества и здания. Имеются отдельные факты воспрепятствования работе прокуроров, что затрудняет выполнение ими своих непосредственных служебных обязанностей. Генпрокуратура обращает внимание на недопустимость вмешательства в деятельность органов исполнительной власти и местного самоуправления. Формирование госорганов и институтов должно осуществляться в строгом соответствии с Конституцией и законами республики, говорится в сообщении Генпрокуратуры. Республика работает в обычном режиме и все сотрудники находятся на своих рабочих местах. Заместители Генпрокурора ведут работу по курируемым участкам. Общественный совет и коллектив фонда по управлению госимуществом обращаются ко всем политическим группам и народу Кыргызстана с просьбой прекратить рейдерские захваты гособъектов. Об этом сообщили ведомстве. В то время, когда здоровые политические силы и активное гражданское общество стараются установить законность и порядок, некоторые деструктивные силы, прикрываясь именами политиков, политических партий и криминальных авторитетов пытаются захватить гособъекты. Повсеместно идет процесс и попытки разграбления, мародерства и рейдерского захвата, отмечают ведомстве. В связи со сложившейся ситуацией, общественный совет и коллектив фонда госимущества заявляют следующее. До установления легитимного и законного правительства всех руководителей АО и ГП с государственной долей участия оставить в статусе временно исполняющих обязанностей. Любые попытки захватить или самопровогласить себя руководителем государственного объекта считать рейдерским захватом, мошенничеством и самоуправством. В дальнейшем привлекать к ответственности и преследовать согласно законам. Призываем все здоровые силы Кыргызстана и активистов, представителей МСУ и правоохранительных органов в регионах страны стать на защиту государственных объектов и руководствоваться официальными приказами фонда госимущества по согласованию с общественным советом. Говорится в обращении ФУГИ. Сорумбай Джейнбеков сегодня по телефону переговорил со спикером парламента Махтебеком Абдулдаевым, сообщает агентство КАВАР. Как ранее сообщалось, президент проводит личные переговоры с руководителями политических сил страны, которые желают вернуть ситуацию в стране в правовое русло. И сегодня во время переговоров со спикером разговор шел об этом. В первую очередь президент отметил, что для него сейчас главное вернуть ситуацию в стране в правовое русло. Джейнбеков еще раз подчеркнул, что он остается легитимным президентом и легитимный орган парламент. Глава государства затронул вопросы кадровых назначений, которые сейчас идут в стране и необходимость их легитимизации. Также во время разговора был затронут вопрос эпичмента, который звучит в стенах парламента. Президент отметил, что сейчас для него важнее вернуть ситуацию в правовое русло. А дальше готов обсудить все остальные вопросы, которые возникли из-за сложившейся ситуации. Главы профильных госорганов и органов местного самоуправления обсудили подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду, сообщается на официальном сайте правительства. На совещании было отмечено, что госорганы и предприятия, обеспечивающие электроэнергией и теплом, работают в штатном режиме. Несмотря на сложившуюся обстановку в стране, работа по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду проводится в установленном порядке. Отмечено, что готовность организации здравоохранения и образования КОЗП составляет 74-76%. В связи с сошедшим в Джумгальском районе Нарынской области оползнем доставка твердого топлива на ТЭЦ Бишкека была временно затруднена. Сейчас она производится согласно графику. Также на всей территории республики открыты топливные базы, доставка угля в регионы проводится согласно плану. По итогам совещания поручено усилить работу по недопущению необоснованного роста цен на уголь. Курсан Асанов, объявивший себя исполняющим обязанности главы МВД, ответил на вопрос о легитимности его работы. Как передает Азатык на пресс-конференции в Бишкеке, журналисты спросили Асанова, на каком основании он стал исполняющим главы МВД и подавал ли заявление об увольнении с этой должности Кашкар Джунушалиев. Курсан Асанов отметил, что Джунушалиев сбежал. Экзам главы МВД Курсан Асанов заявил, что он возглавил ведомство в качестве исполняющего обязанности министра. МВД на своем официальном сайте также называет Асанова и о министра. Исполняющим обязанности секретаря Совета безопасности, координатор силовых и правоохранительных органов, Эмирбек Суван Алиев, провел совещание в зале коллегии Госкомитета нацбезопасности, сообщает пресс-служба ГКНБ. Участники обсудили вопросы стабилизации общественно-политической ситуации в стране и острой необходимости консолидировать работу спецслужб, правоохранителей и вооруженных сел. Участники составили протокол о мерах безопасности и обеспечении правопорядка на фоне событий 5 октября. В протоколе значатся 12 пунктов, в том числе не допустить ухудшения криминогенной ситуации в стране, жестко пресекать попытки криминалитета влиять на различные политические силы, их стремление дестабилизировать и деморализовать органы госвласти. Нейтрализовать деятельность криминальных элементов и ОПГ, взять под усиленную охрану стратегические и другие важные объекты, а также обеспечить защиту объектов государственной и частной собственности. Оперативно и жестко пресекать все попытки дестабилизации общественно-политической ситуации со стороны деструктивно настроенных сил, в том числе и провокационных действий на межрегиональной и межэтнической почве, усилить охрану на самых уязвимых участках границы, чтобы предотвратить попытки незаконного ее пресечения. Координирующую роль по поддержанию общественного порядка решено возложить на МВД. Азиз Сурахматов вернулся на пост мэра Бишкека. Сурахматов находится сейчас в своем кабинете. Возле здания столичного муниципалитета градоначальника встретили несколько сотен бишкекчан. Сурахматов доверил, что 6 числа работал на удаленке, контролировал работу муниципальных служб. Теперь же, по словам мэра, в первую очередь муниципалитет займется обеспечением эпидс безопасности, подачи тепла в квартиры бишкекчан, ну и, конечно же, стабилизации обстановки столицы. Напомним, 6 октября Азиз Сурахматов написал заявление об отставке и покинул свой пост. Как сообщила накануне пресс-служба мэрии, временно исполняющим обязанности мэра города Бишкек был назначен первый вице-мэр Алмаз Бакитаев. В городе сейчас тяжелая ситуация. Ходят мародеры, есть риск захватов, а значит, нам нужно оберегать наш город. Нужно подать тепло в квартиры. Я проведу совещание с вице-мэрами. Город нужно приводить в порядок. Тем временем министр финансов Бахтыгуль Джейнбаева покинула свой пост, сообщается на сайте Минфина. Это произошло после того, как сотрудники министерства выразили недовольство министрам. Сообщение Минфина говорится, что за время ее работы уволили и ушли по собственному желанию больше ста сотрудников. В пресс-релизе также отмечается, что по ее поручениям несвоевременно финансировалась система здравоохранения в январе-апреле, что способствовало массовому заражению медработников из-за отсутствия средств индивидуальной защиты, закупки лекарств по завышенным ценам в несколько раз, что привело впоследствии к огромному ущербу госбюджета и потере человеческих жизней. Так написано в пресс-релизе Минфина. Общественно-политическая ситуация в Джалабадской области в последние сутки была относительно спокойной. Грабежи и беспорядки не зафиксированы. Об этом сообщает МВД Джалабадской области. Народная дружина объединилась с правоохранительными органами для поддержания общественного порядка. Полиция призывает граждан не поддаваться никаким провокациям, которые активно распространяют в интернете. Милиция работает в усиленном режиме. В течение прошедшей ночи правонарушения не зарегистрированы. Повсюду работают и народные дружины. Чтобы не допустить мародерства и самозахвата, ситуация находится под контролем. А сегодня на площади в Таласе собралась группа в поддержку Марата Мураталиева. Ранее полпред в Таласской области заявил, что уходит в отставку. Участники мирной акции рассказали о проделанной работе главой области за время нахождения в должности и попросили вернуться в законное кресло. Была группа лиц, которая пыталась провоцировать народ и посеять разногласия. Но большинство решило не слушать их и заявило, что выражает ему доверие. Так глава Таласской области Марат Мураталиев вновь занял свое рабочее место. Участниками акции также были высказаны комментарии о работе начальника Таласского областного УВД Алмазбека Джумабекова. Также перед жителями выступили другие ответственные лица, руководители правоохранительных органов и активисты, которые заявили, что необходимо пресекать всякие попытки захватить власть. И призвали народ не допускать беспорядков и разгрома бизнес-объектов. В отношении граждан, которые распространяют провокационную информацию, будут приняты самые строгие меры. Любое такое нарушение будет зарегистрировано в Едином реестре преступлений и проступков. И рано или поздно будет рассматриваться по законам. Об этом нашему каналу сообщил пресс-секретарь Ожского областного УВД Джумабек Аширбаев. Он заявил, что со 2 октября силы безопасности находятся в состоянии повышенной готовности. В каждом отделении милиции созданы мобильные группы. Сотрудники помогают поддерживать общественный порядок. Все стратегические объекты находятся под защитой правоохранительных органов. Аппарат мэрии города Ож и представительство правительства в Ожской области работают в штатном режиме. Отметим, что митингующие в городе Ож уже разошлись. Напомним, в Южной столице сегодня также прошел митинг в поддержку Сурумбая Джиенбекова. Участники акции заявили, что она мирная. Они держали плакаты с надписями «Нам нужна стабильность и законность. Пусть государство вернется в правовое русло». В митинге участвовали около 400 человек. Вместе с политической ситуацией в стране обострилась и эпидемиологическая тому свидетельствован статистика. За последние двое суток наблюдается резкое увеличение новых случаев ковида. Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 245 случаев. Такой высокий показатель в последний раз был зарегистрирован 53 дня назад, в начале августа. Другие подробности сообщит Дамира Базарбаева. Коронавирус новой силой начал брать верх. Вновь стали фиксироваться летальные исходы. За сутки он унес жизни четырех граждан. За весь же период от него умерли 1073. Увеличились новые случаи заболевания, особенно в столице. Сегодня коронавирус в Бишкеке подтвержден у 77 горожан. Всего по стране выявлено 245 случаев. Выздоровели за сутки 159 человек. Лечение получают 2857 пациентов. Из них чуть меньше половины в стационаре. Остальные лечатся амбулаторно. Тотальное соблюдение правил элементарного противопедемости. Это ношение масок. Дистанция не соблюдается. В короме того, на период выборов, они же возили из города и в город, из города, в село. Вот такие тесные контакты. И сегодня вы сами видите, как люди ходят друг с другом, никаких элементарных соблюдательств. С одной бутылкой воду пьют и другие. Это все будет отражаться на эпидемном ситуации. Сказывается и сезонно. Сейчас обостряется обычный грипп. Потому Минздрав призывает не забывать об элементарных санитарных правилах. В свою же очередь, глава ведомства спешит сообщить, что все медучреждения работают в штатном режиме. Медики готовятся и к возможной вспышке ковида. После спада первой волны пандемии все стационары, как дневные, так и ночные, были законсервированы. Сейчас они полностью готовы. Здесь имеются в наличии как кровати, так и концентраторы. Но в случае необходимости их готовы развернуть в течение нескольких часов. В настоящее время в лечении задействовано 2317 коек. Из них чуть больше половины заняты. Дополнительно еще по республике заготовлено свыше 8 тысяч коек. При необходимости перепрофилируют и другие специальные медучреждения. У нас 1173 коекомест готовы, которые были функционированы в летний период. Кроме того, есть у нас резерв. Мы дополнительно разворачиваем коекоместа на случай ухудшения эпидемиологической ситуации. Поэтому с этим проблем нет, опасения не вызывает. Однако нужно все-таки проявить свою гражданскую ответственность и понимать, что не допускать распространения коронавирусной инфекции и усугубления данной ситуации. Тем временем пострадавших на митингах, а их – тысяча два человека, из которых 204 госпитализированы и один в реанимации, визуально проверили на коронавирусную инфекцию. Симптомов заболевания ни у кого не обнаружили, сказал министр. Дамира Базарбаева, Чангс Чумагулов, Аллато, 24. В ходе митинга в Бишкеке пострадали пять медиков, выведены из строя шесть машин скорой помощи. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Минздрава Саберджан Абдикаримов. По его словам, врачи и без того работают на износ, а в экстренной службе напряженная ситуация с транспортом. А тут еще нападают, ломают и сжигают, говорит Абдикаримов и призвал граждан не трогать сотрудников и имущества. Что же касается зарплат и компенсации медперсоналу, то они будут выплачены своевременно. Был решен вопрос об уделении дополнительных 470 миллионов сомов. Как только средства будут перечислены на счет, они будут выплачены, добавил министр, и еще раз подчеркнул, что медики вне политики. Мы обеспокоены недавними нападениями на медицинских работников. Прогром автомобилей скорой помощи. Мы считаем это недопустимым поведением и призываем не вмешивать в конфликты сотрудников здравоохранения. Наша задача обеспечить бесперебойное оказание медицинских услуг по всем направлениям. 19-летний Умитбек Алтымбек Улу, погибший в результате беспорядков после митинга на площади Аллато в ночь с 5 на 6 октября, похоронен в родном селе в Баткенской области. Родные и близкие Умитбека говорят, что их надежды не оправдались. Разные политики начали дележку портфелей на руководящих должностях и забыли о главной цели. Ради чего тысячи людей вышли на площадь после выборов в парламент. На похоронах побывал и наш региональный корреспондент. Умитбек как символ еще одной погасшей надежды. После окончания 9 класса он изучал дизайн в профессионально-техническом училище в Бишкеке. Успевал совмещать учебу с работой, устроившись в один из швейных цехов. Его родственники говорят, что с ранних лет он принимал активное участие в общественной деятельности, всегда ратовал за справедливость. И вечером 5 октября, когда молодежь вышла на площадь в знак протеста против результатов парламентских выборов, Умитбек не колеблась, решил тоже высказать свою принципиальную позицию. Но получил серьезное ранение ног в результате взрыва светошумовой гранаты. Был госпитализирован в национальный госпиталь в тяжелом состоянии и умер. Его родители до сих пор не могут поверить в случившееся. «Выборы обернулись для меня большой трагедией. Произошло то, что даже не пожелаешь врагу. Виновные должны ответить за это, почему они забрали жизнь моего ребенка. С моим сыном умерли и мои надежды». Джо Март – одноклассник Умитбека, который рос вместе с ним. С самого детства говорит, что его друг пожертвовал своей жизнью ради светлого будущего страны, во имя политического обновления. «Наш друг не был в рядах мародеров, беспорядочных и аморальных людей. Он отдал свою жизнь за будущее наших детей, за прогрессивное будущее молодежи Кыргызстана. Он отправился на небо, чтобы защищать честь и достоинство кыргызского народа». Представители местных органов власти и все те, кто знал Умитбека, говорят, что он умер как настоящий герой. Родители и родные, убитые горем, сетуют, что попытки молодых людей изменить страну превратились в политическую игру. И сейчас мы становимся свидетелями беззакония и хаоса в стране. «Отрадно, что у нас в стране столько смелых, амбициозных, инициативных молодых людей. Ужасно, когда видишь, что сотни получили травмы. Ведь у них тоже есть родители. Они все страдают. Разве кресло в парламенте и правительстве стоит пролитой крови? Мы должны мирно разрешать вопросы. Иначе страдает только народ». Нужно в срочном порядке возобновить работу банков и налоговых органов. Иначе экономике будет нанесен серьезный удар. А правиться от которого республике будет вдвойне сложнее. Представители бизнес-сообщества и банковского сектора страны обозначили риски и представили план выхода из этой ситуации. В экономике Кыргызстана и до последних политических событий был нанесен серьезный удар. По подсчетам независимых экспертов, в результате пандемии коронавируса около 28 миллиардов сомов не попали в бюджет страны. В этой связи бизнес-сообщество страны просит возобновить работу банков, налоговых органов и других госорганов. Крупнейшие лидеры бизнес-ассоциаций и банковского сектора страны обращаются с просьбой. Первое. Возобновить деятельность кровеносной системы экономики, коммерческих банков и транзакций банковской системы республики. Второе. Возобновить и обеспечить полноценное функционирование органов налоговой службы, социального фонда и других государственных органов, регулирующих предпринимательскую деятельность. Третье. Обеспечить охрану и жизнедеятельность стратегически важных объектов и субъектов предпринимательства на всей территории страны. Несвоевременное выполнение обозначенных задач может привести к серьезным проблемам, тем более на фоне возможной второй волны пандемии, уверены эксперты. Допустим, неоплата и непоставка ГСМ – это повлечет за собой, естественно, подорожание бензина. Это напрямую отразится на всех нас. Неоплата за, грубо говоря, за ту же муку, которая в основном импортером является Казахстан. Подорожание возможно, подорожание естественно, а в некоторых случаях возможно, не кое-кто захочет воспользоваться искусственно подорожанием хлебобулочных изделий. Медикаменты. У нас, извините, мы находимся в зоне риска сегодня. И медикаменты, которые сегодня остро необходимы, как никакой другой товар на сегодняшний день, тот же самый. Может возникнуть дефицит, как мы это уже видели в июне, в июле месяце. До сих пор угроза пандемии, вспышка, вторая волна, говорят международные эксперты. Вот эти две проблемы, они друг на друга наслаиваются. И в этой связи это грозит нам глубоким экономическим кризисом, из которого мы в ближайшие несколько лет можем не выйти. И, пожалуй, ключевой момент – это гарантии бизнесу на фоне рейдерских захватов госорганов и объектов промышленности и предпринимательства, которые наблюдаются в результате последних политических событий. Надо думать и о завтрашнем дне. Предприниматели, они как бы вне политики стараются заниматься своим делом, не отвлекаться, но при этом они переживают тоже и опасаются за свою безопасность, как личную, так и за безопасность, сохранность своего имущества, бизнес-объектов. И если говорить о стратегических объектах, которые подвергаются периодически в регионах нападениям, разрушениям, то это, конечно, в первую очередь имидж, инвестиционный имидж страны. То есть на нас смотрят за рубежом. Вот эти погромы, они будут показывать еще месяц по своим телеканалам. И многие иностранные, будущие потенциальные предприниматели или действующие инвесторы, они могут посчитать, что опасно вкладывать в страну. Именно поэтому бизнес-сообщество попросило создать республиканский штаб по координации взаимодействия с бизнесом и включить в него представители силовых структур и другие госорганы, которые смогут обеспечить безопасность местных и иностранных инвесторов. Улан Тасенов, Алмаз Нурмамбетов, Аллато, 24. И в связи с возобновлением работы банков, государственная таможенная служба информирует участников внешнеэкономической деятельности о том, что с сегодняшнего дня таможенное оформление товаров и транспортных средств будет производиться в штатном режиме. И в связи с последними событиями в Кыргызстане многие предприятия горнорудной отрасли были вынуждены приостановить свою деятельность. Сообщается, что на месторождении Джейруи в Таласской области были попытки захвата, сожжена техника и контейнеры в городке рабочих. Экономисты отмечают, что подобные действия негативно отразятся на инвестиционном климате республики и могут привести к серьезному выпадению средств из бюджета. С 6 октября участились случаи попыток захвата или принудительной остановки предприятий горнорудной отрасли. Это видео, снятое на месторождении Джейруи, которым управляет российская компания «Алтын Альянс». Здесь подожгли контейнеры и технику. Как сообщили в компании, сейчас обстановка далека от стабильной. «Наши сотрудники сейчас в безопасном месте, предприятие закрыто». Помимо Джейруи, приостановлена работа на месторождениях Бозумчак, Иштамберди, Кичичарат и Джамгыр. По предварительным данным, на месторождениях Иштамберди и Бозумчак были предприняты попытки захвата. Сейчас ведутся переговоры между местными жителями и инвесторами о стабилизации ситуации. В связи со сложившейся ситуацией профсоюз работников отрасли выпустил специальное обращение. «Практически большинство предприятий отрасли было вынуждено приостановить свою деятельность. И здесь необходимо отметить, что требования митингующих во многих случаях достаточно обоснованные, актуальные. Но решать эти вопросы надо в правовом поле. Эти вопросы надо решать путем переговоров, но не такими радикальными, ультимативными методами». На производственных предприятиях страны трудятся десятки тысяч человек. Кроме этого, на предприятиях малого и среднего бизнеса, обслуживающего горнорудную отрасль, работают тысячи человек. Эта отрасль является бюджетнообразующей, напоминают специалисты. Социально-экономическое развитие нашей страны во многом зависит от работы этой отрасли. Нурбек Иманов, Азамат Кудертоктоев, Аллатот, 24. В октябре пенсионерам выплатят повышенные пенсии своевременно. Об этом сообщает соцфонд. Пенсии за октябрь будут профинансированы своевременно. Соцфонд и его региональные управления работают в штатном режиме. Сейчас перерасчет размеров пенсии путем индексации завершен полностью. Выплата повышенных пенсий за октябрь начнется с 12 числа. Финансирование пенсии и пособий за январь-сентябрь текущего года составило более 35,3 млрд. На центральной площади Аллато усиленно работают сотрудники Тазалыка. По их словам, подобные мероприятия проводились повсеместно, по мере возможности. Однако сейчас, когда на площади людей нет, нужно тщательно убрать центр столицы. Достан Касканов расскажет больше. На центральной площади Аллато сотрудники Тазалыка уже начали проводить работы по очищению площади. Как известно, после митинга площадь очень грязная. Это отмечают сами сотрудники. Отметим, за моей спиной уже понемногу начали собираться люди. Сейчас мы узнаем, какие у них требования. Центральную площадь необходимо тщательно вымыть и убрать после митингов. Для проведения этих работ было привлечено две уборочные машины и десятки сотрудников. Да, действительно, на площади сейчас очень грязно. И чтобы все это убрать и привести в надлежащий вид, мы уже начали работать. И думаю, продолжится работа до вечера. По словам сотрудников Тазалыка, нынешнее состояние площади ужасное. И чтобы ее привести в надлежащий вид, необходимо минимум 8-10 часов. Работы ведутся с самого утра. Но чтобы была возможность работать, необходимо, чтобы здесь никого не было. Однако на площади начинают собираться люди. Они требуют урегулирования ситуации легитимной власти. Нельзя пользоваться молодежью, нельзя делить портфель незаконно. Я думаю, из-за этого сюда собираются уважаемые люди, старейшины. Мы хотим, чтобы в стране было стабильно и спокойно. Так как на площади ситуация стабильная, сотрудников правоохранительных органов здесь нет. Достанг Асканов, Сиазбек Нурмамбетов, Аллато 24. Вот уже несколько дней порядка 10 тысяч дружинников охраняют наш город от мародерства и других посягательств. Добровольцы круглосуточно патрулируют город. Благодаря их усилиям удалось погасить множество конфликтов и избежать разграблений. В свою очередь, благодарные за спокойствие граждане привозили дружинникам горячее питание, одежду и деньги. Днем они простые ребята. Кто-то учится, кто-то работает. А ночью они превращаются в настоящих героев. Без их защиты в городе было бы гораздо больше разрушенных и разграбленных зданий. Мы вне политики. Мы не поддерживаем кого-либо. Просто хотим, чтобы в городе не было беспорядков. Мы живем в этом городе. Здесь живут наши дети, родители. Мы просто обязаны защитить наш город от мародерства. Добровольцы без устали патрулируют город вот уже несколько суток. Большая часть из них – молодые люди, неравнодушные к судьбе своего города и своей страны. С прошлой ночью защищать столицу вышли порядка 10 тысяч человек. Часть из них относится к добровольной народной дружине, штаб которой расположен во Дворце спорта. Там их обучают, как себя вести во время конфликтных ситуаций, кормят, а также регистрируют каждого добровольца. Мне бы хотелось поблагодарить всех этих дружинников. Не только дружинников, а волонтеров, наших девушек. Также ходят наших матерей, сестер, которые нас кормят, нас готовят. Поэтому всем спасибо. И думаю, что есть наши дружинники, мы верим в них, в обзятом порядке приведем в порядок безопасность наш город и сохраним спокойствие наших граждан. Слабый пол не остался в стороне. Женщины, как и повелось с давних времен, поддержали защитников горячей едой. В интернете то и дело появляются сообщения о том, что кафе и рестораны предоставляют горячий чай и перекус дружинникам и медикам. А некоторые инстаграм-сообщества, как, например, молодые мамочки, открыли сбор средств. И несколько дней готовят еду для большого количества дружинников и волонтеров. Быть и защищать свой город, не получая за это ничего, и рискуя жизнью, может далеко не каждый. Но те, кто добровольно выходит из дома, чтобы уберечь спокойствие и сохранность столицы, настоящие герои, которые заслуживают огромного уважения. Ведь наш практически не поврежденный беспорядками город и наш спокойный сон – это во многом их заслуга. Елена Ткаченко, Нуркамиль Асанов, Аллато, 24. Тем временем попытка захвата средств массовой информации продолжается. Накануне попытались захватить государственное информационное агентство КАВАР. Однако сотрудникам удалось дать отпор. О днем ранее, напомним, попытки захвата со стороны неизвестных заинтересованных лиц подвергся еще ряд медиаорганизаций. Как в такой обстановке продолжают работать СМИ? В материале «Бегаем Бегалиевой». Порядка 15 неизвестных накануне попытались захватить государственное информационное агентство КАВАР. По словам сотрудников СМИ, один из них представился с журналистом. С ним переговорил директор агентства, после они ушли. Далее на подмогу пришли дружинники. Коллектив объединился, выстоял. Нам на подмогу пришли народные дружинники. Потом пришли те ребята, которые сейчас до сих пор стоят в Белом доме и пытаются сохранить то имущество, которое там еще остается. Группы, которые заинтересованы утвердить себя, особенно политические группировки, хотят в первую очередь использовать площадку для обеспечения информации своими взглядами общественность. Поэтому средства массовой информации выглядят как будто лакомый кусочек. А позавчера, 6 октября, точно так же попытались захватить и другие СМИ. По словам сотрудников пятого канала, в редакцию со словами «Теперь у вас новый руководитель» пришла группа людей, которая привела своего человека, бывшего сотрудника канала. Но коллектив выступил против и через несколько часов противостояния эти люди ушли. Как раз таки я собиралась выходить в прямой эфир. У меня уже сидели гости в студии и наш прямой эфир был сорван. Он был сорван. В этот день мы, конечно же, максимально пытались как-то сохранять эту ситуацию. Мы выходили в эфир по мере своих возможностей. То есть эфир был на какой-то момент сорван, но потом нам удалось его, конечно, остановить. Все должно происходить в рамках закона, говорит директор телеканала. По его словам, он без вопросов освободит свой пост, но кто бы ни пришел, все должно решаться в правовом поле. В числе СМИ, которые подверглись попытке захвата и телеканал «Пирамида», здесь сценарий был точно такой же. Возглавить его пришел бывший сотрудник. Команда в целях сохранения техники, оборудования и безопасности сотрудников была вынуждена спокойно выпроводить группу. Однако сейчас ситуация стабилизировалась и деятельность канала продолжается. Тем временем, написавший ранее заявление об отставке Джайнаку Сенулу, сегодня пришел в здание КТРК, для того, чтобы продолжить свою работу. Но посовещавшись с коллективом, было принято решение назначить Мирлана Самый Ходжо временным координатором по работе КТРК. Сейчас работа первого общественного продолжается в прежнем режиме. Мирлана Самый Ходжо временным координатором по работе КТРК. Каждый раз, когда в стране складывается такого рода общественно-политическая обстановка, одними из первых удар принимают на себя в том числе и средства массовой информации. Однако здесь нужно понимать, что такие действия прежде всего наносят ущерб деятельности медиа-организаций. Бегаим Бегалеева, Бегджан Токтосунов, АЛЛАТО 24. АЛЛАТО 24 продолжает следить за развитием событий. Будьте с нами и пусть у вас будет все хорошо.